Вы понимаете, что Россия выиграла эту войну. Вы этого не понимаете, если задаете такой вопрос. Россия выиграла эту войну. Все кончено, с этим покончено. Все закончится так, как хочет Россия. Единственное, чего мы пока не знаем, это когда это произойдет. Хорошо, это разговорчивая версия, спросите инспектора. И Скотт очень подробно отвечает на ваши вопросы. Давайте перейдем к нашему первому вопросу. Мой вопрос заключается в том, что президент России совершил очень быструю поездку в Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. И некоторые люди выдвигают следующую гипотезу. Они говорят, что Владимир Путин отправился туда, чтобы предложить арабской стране ядерный зонтик. Я хотел бы знать, что Скотт думает об этой гипотезе. Большое спасибо за звонок. Послушайте, Россия страна, которая придерживается строгих законов, и она подписала договор о нераспространении ядерного оружия. А договор о нераспространении ядерного оружия препятствует тому, что он только что сказал. Так что это короткий ответ нет. Россия отправилась туда не для того, чтобы предложить ядерный зонтик. Россия не стала бы совершать самоубийство подобным образом. Ядерное сдерживание России направлено на предотвращение ядерного нападения на Россию. Вот и все. В тот момент, когда вы начинаете расширять свой ядерный зонтик за счет альянсов и прочего, все, что вы делаете, это увеличиваете вероятность того, что вас убьют. Потому что если вы расширите свой ядерный зонтик на Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты, а затем они пойдут против Соединенных Штатов, и если у России нет обычной военной мощи, способной проникнуть в регион, чтобы предотвратить это, то что тогда Россия? Теперь ей придется применить ядерное оружие, чтобы остановить Соединенные Штаты. Россия не собирается этого делать. Россия никогда этого не сделает. Ядерный зонтик, который был распространен над Белоруссией, это совершенно уникальная ситуация, которая была обусловлена тем, что НАТО продвигается к российской границе. Но если только Соединенные Штаты не начнут разворачивать там свой ядерный зонтик, я не верю, что это имеет какое-либо отношение к тому, что Владимир Путин делал на Ближнем Востоке. Здесь происходят две основные вещи. Во-первых, это, конечно, сектор Газы, и он определенно стремится заполучить арабские государства Персидского залива. И помните, что многие из этих арабских государств Персидского залива двигались в направлении нормализации отношений с Израилем. И поэтому они, так сказать, немного медлительны в выборе, когда речь заходит о поддержке того, что происходит в отношении Палестины и Газы. И я думаю, что Путин отправился туда, чтобы провести с ними дискуссию и продвинуть идею объединения единой позиции по Газе, чтобы можно было положить конец этой проблеме. Чего он не хочет делать, так это создавать ситуацию, в которой Соединенные Штаты будут не только частью проблемы, но и частью ее решения. Соединенные Штаты не могут быть частью решения. Но вы знаете, что если арабские государства Персидского залива не объединятся и не выступят с единой позицией, то по умолчанию все достанется Соединенным Штатам. Так что, знаете ли, вот в чем дело. И затем, следующий вопрос, это, конечно же, экономика и ее связь с добычей нефти, а также работа с Саудовской Аравией и ОАЭ. По обсуждению вопроса о сокращении квот на добычу нефти, определенным образом, это сделано для того, чтобы все люди продолжали получать экономическую выгоду от этого. У России все хорошо с экономической точки зрения, потому что Россия зарабатывает деньги на продажу своей энергии. Но это достигается за счет очень тщательно сбалансированных отношений с Ближним Востоком в отношении доли рынка и тому подобного. Таким образом, между Саудовской Аравией и Россией возникла некоторая напряженность по поводу сокращения добычи нефти на последнем заседании ОПЕК. В адрес России прозвучала некоторая критика. И я думаю, что Владимир Путин отправился туда, чтобы заглушить эту критику и просто пресечь ее в зародыше. Это Эрик Родригес из Панамы. В интересах ли России предложители согласиться на возвращение оккупированных территорий в Украине за исключением Крыма в обмен на вывод войск НАТО из соседних стран? Нет. Во-первых, нет такого понятия, как оккупированная территория. Нет, эти территории не оккупированы. Видите ли, здесь вы играете в соответствии с западным нарративом. Это Россия, чувак. Это Россия, матушка. У них был референдум. Они проголосовали. Дума сказала «да», и президент подписал это решение. Это мать Россия. Так что это абсолютно неприемлемо. Что Россия могла бы сделать, так это сказать Украине и коллективному Западу, что если Украина прекратит войну прямо сейчас, прямо сейчас, сегодня, и сделает все, о чем мы их просим, например, избавьтесь от всего оружия НАТО, разоружитесь, измените конституцию, все то, что должно произойти, ребята. Видите ли, вы понимаете, что Россия выиграла эту войну. Вы этого не понимаете, если задаете такой вопрос. Россия выиграла эту войну. Все кончено, с этим покончено. Все закончится так, как хочет Россия. Единственное, чего мы пока не знаем, это когда это произойдет. Но если эта война продлится еще долго, то решение, возможно, уже принято. Россия захватывает Одессу, Россия захватывает Николаев, Россия собирается захватить Харьков. У Украины был шанс, у нее был шанс. И, возможно, еще есть крошечный шанс спасти Украину. Но теперь Россия собирается воспользоваться всем этим, потому что это лучший способ гарантировать, что Украина не будет продолжать существовать как раковая опухоль. К тому же вы знаете, когда у вас в Украине есть возможность поблагодарить таких людей, как Бен Ходжес, вы знаете, бывшие командующие американскими войсками. Они могут поблагодарить Великобританию за то, что она позволила Одессе стать стартовой площадкой для ракет и беспилотных летательных аппаратов против Крыма. И они из-за англичан, немцев и всех остальных напали на Черноморский флот, и Черноморскому флоту пришлось перебазироваться в другие порты. Россия больше не может позволить Украине иметь Одессу на Черноморском побережье. Так что я просто думаю, что для Украины все кончено. Вы знаете, мы знаем, что для Украины все кончено. Но давайте перестанем придумывать фантастические сценарии возвращения оккупированной территории. Они не оккупированы. Это Россия-матушка. И у нас будет гораздо больше территорий. Они станут Россией-матушкой еще до того, как все это закончится. Таково мое предсказание. Хорошо. Ти-Джей в Москве. Верны ли слухи о том, что Зеленский приезжает в Вашингтон в преддверии следующего голосования на Капитолийском холме по расходам? Собираются ли не консерваторы в Вашингтоне изменить свою позицию или удвоить усилия? Хорошо, я не верю, что Зеленский приедет в Соединенные Штаты, потому что он не будет принят Конгрессом. Республиканцам на него наплевать. Что волнует республиканцев, так это выборы 2024 года. На выборах 2024 года одним из важных вопросов, который, по мнению республиканцев, пойдет им на пользу, будет вопрос безопасности на южной границе. И поэтому республиканцы прямо сейчас говорят, что Байден должен выделить значительные средства на завершение строительства стены и заботу о южной границе. Иначе они не будут выделять деньги, как сказал Линдси Грэм, сенатор, который с самого первого дня был в команде Украины. Как он может финансировать безопасность Украины, если он не позаботится о безопасности Америки? И Байден не может сдвинуться с места, потому что, если он сдвинется с места в этом вопросе, это, знаете ли, подорвет позиции демократов. Он потеряет голоса латиноамериканцев. Сколько бы латиноамериканцев не осталось, они будут голосовать за него. Так что я думаю, что Украине крышка. Он повесил трубку после телефонного разговора с представителями Конгресса. Вы знаете, потому что он был в бешенстве из-за того, что они не собирались отдавать ему его деньги. Я думаю, что Конгресс очень скоро уйдет на каникулы, а это значит, что ничего не будет сделано до начала следующего года и в начале следующего года. В следующем году мы будем буквально в 2024 году, а это значит, что вы не увидите, как Сенат внезапно уйдет в отставку. Какого черта? Мы уступим в одном вопросе, который, по нашему мнению, может помочь нам вернуть Белый дом. Мы просто уступим в этом вопросе и продолжим финансировать непопулярную войну, в которой нам все равно не победить. Сейчас все говорят, что Украина проиграла. Мы ничего не можем сделать, чтобы изменить этот исход, но мы пойдем дальше и бросим еще 65 миллиардов долларов в эту черную дыру, потому что Джо Байден попросил нас сделать это. Вы понимаете всю нелепость этого предположения? Что республиканцы собираются что-то сделать, потому что Джо Байден попросил их об этом? Потому что Зеленский не имеет значения. Никто не отвечает на его телефонные звонки. В прошлом году на этот раз он был признан Человеком года. Вы знаете, актеры прилетают в Киев и вручают ему Оскар, и он произносит речи, потому что это величайшая речь в истории Конгресса Соединенных Штатов. Вы ведь помните это, не так ли? Вот заявление Нэнси Пелоси по этому поводу. Славяне Украины в народном доме. Больше нет. Все кончено. Все кончено. Все кончено. Так что я не думаю, что Зеленский приедет в Америку. Только не для этого. Если он приедет в Америку, то только для того, чтобы обосноваться в Майами. О боже, я в такой депрессии. Сергей из Монреаля. Россия и США все еще имеют некоторое военное присутствие в Сирии. Каковы их соответствующие цели в регионе, и как эти цели могут измениться в свете новой эскалации конфликта между Израилем и Газой? Ну что же, США находится в Сирии, потому что в 2014 году исламское государство прорвалось из Сирии в западный Ирак, захватило Масул и начало угрожать Багдаду. И мы вновь вошли в Ирак с ограниченными военными возможностями, чтобы помочь иракскому правительству победить угрозу ИГИЛ. А также убедиться, что Иран не воспользовался этим, чтобы полностью захватить контроль над Ираком, потому что убийцей номер один в ИГИЛ был парень по имени Касим Сулеймани. Мы убили его, мы убили его, но вы знаете, что он и его силы Куц создали некоторых из этих палестинцев, этих шиитских ополченцев, которые сражались с ИГИЛ. Но мы изгнали их из Ирака, а затем отправились в Сирию, чтобы завершить начатое. Но это было скорее оправдание. Мы отправились в Сирию сейчас, потому что могли бы использовать ИГИЛ в качестве предлога, чтобы укрепиться и усилить курдские силы, которые могли бы взять под контроль примерно треть территории Сирии, включая большинство нефтедобывающих регионов, и лишить правительства Асада доходов, которые оно получает от этого. А также ослабить Асада политически, полностью выведя треть его страны из-под их контроля. Так вот, что делают Соединенные Штаты. По сути, это антиасадовская политика, замаскированная под политику борьбы с ИГИЛ. И она терпит неудачу. Это дорого обходится. И я думаю, что в конечном итоге мы уйдем из Сирии скорее раньше, чем позже, потому что это неустойчивая позиция. Но мы находимся в Сирии для того, чтобы дестабилизировать Асада. Вот и все. Россия вошла в Сирию в 2015 году по приглашению сирийского правительства, чтобы помочь предотвратить победу исламистов. Силы, включая ИГИЛ, которые Соединенные Штаты использовали для его свержения, включая Аль-Каиду. И по сути, их вмешательство изменило ход битвы и привело к реанимации сирийского правительства. И они разгромили большинство этих исламистских движений, загнав оставшихся в живых в провинцию Идлиб на севере страны, где они продолжают теснить их. Таким образом, вмешательство России направлено на обеспечение стабильности сирийского правительства и позиционирование России в геополитическом плане, чтобы они могли снова стать Средиземноморской державой. У них есть военно-морская база, у них есть авиабаза, и они строят обе эти базы, чтобы у России было постоянное военное присутствие в Средиземном море. Так что это то, что они получают. Но главное заключается в том, что Россия была приглашена в Сирию с сирийским правительством. Все в порядке. У нас есть голосовое сообщение от одного из наших слушателей в Нью-Йорке. Добрый вечер, Скотт. Это немного личное. У меня есть для вас отличный способ перестать пить диетическую колу. Она внесена в список бойкотируемых напитков. Эта компания поддерживает Израиль. Выбросьте это в банку и найдите что-нибудь другое для питья. Вам не нужен этот яд. Вы все еще можете быть пешим солдатом. Одному Богу известно, как долго это продлится. Да, благословит вас Бог. Всего лишь несколько советов от ветерана Вьетнама, участника боевых действий Корпуса морской пехоты США. Ну что же, давайте упростим ситуацию. Спасибо вам за вашу службу, и я приму ваш совет к сведению. Но вот в чем проблема. Я наркоман, и поэтому ни один наркоман не может так просто избавиться от своей зависимости. Но вы правы на сто процентов. Все, кого я знаю, все, с кем я встречаюсь, говорили мне, что в какой-то момент я должен прекратить пить диетическую колу, потому что это рано или поздно сведет меня с ума. Я пытался перейти на Гоголь-Моголь во время праздничного сезона, но Цири это тоже не понравилось, потому что она сказала, что ты перестанешь травить себя этим, и просто умрешь. Как какой-нибудь пончик из Пилсбери, или, ну знаешь, помнишь тот фильм Охотники за привидениями, два человека с маршмеллоу. Так что если я продолжу пить Гоголь-Моголь, я превращусь в человека с маршмеллоу. Так что мне нужно найти что-то, что удовлетворит мои потребности и не поставит меня в неловкое положение. Так что спасибо вам. Я не игнорирую вас. И да, все, что вы сказали, является веской причиной. Проблема в том, что я открыл эту банку и не могу выбросить ее в пустую. Так что, пожалуйста, дайте мне доесть эту банку. Я чувствую то же самое, когда открываю бутылку вина.